Вы знаете, я только начну со стишков, которые я мешал в опасное время. В 8-м, а в 8-м, после 8-м году. Все помнят, как после 8-м году в марте началась к гересторика. Вы знаете, я, говорю, полтора или два, не верил, что в России будет такое счастье, как свобода. Я писал стишки недоверчивые. Сейчас, когда в России со свободой очень похолодало, это, знаете, не хуже меня, стишки многие того времени оказались живыми. Я немножко их прочитаю. Москва, в общем, сказали бы. Много высокой страсти варится в русском пиве, а на вершине власти ебли слепых в крапиве. Вожди России в свой народ во имя чести и морали опять зовут идти вперед, а где вперед, опять собрали. А вот этот стих уличный Карпачевки слышал. Добре стоять важно, зла собрушая рать. Рыцарю очень важно шпоры, не обосрать. Нельзя поднять людей с колен, покуда плеть нужна холодно. Нам ветер свежих перемен всегда вдували через жоль. Россияне живут и ждут, ловляя малейший знак. Понимая, что наебут, но не знаю, когда они. Много у Ленина сказано в масте, многие мысли частично верны, и коммунизм есть советская власть, плюс эмиграция всей страны. Знаете, я тогда писал стишки, забыв всякую бдительность. Друзья звонили утром вечером, стихи уходили в самостат, и в 2000-е опыта такое наоборот и не выдержало. И в самый разгар эпохи законности прав человека, в 2067-го года, нам по 87-го, нам с женой вызвали ваги, и дивной красоты чиновницы сказали слова замечательного для эпохи законности. Она сказала, Министерство внутренних дел приняло решение о вашем выезде. Мы с партнерацией не стали. И вот, что я писал дальше. Нас много лет употребляли, а мы по слабости и мелкости послушно гнулись, но страдали от комплекса неполноцелкости. Когда-то всюду злаки взрели, славяне строили смелень, и древнерусские евреи писали бедами сеги. Кусты в России перемены, но чуда нет еще, похода. Растут у многих партий члены, а с головами очень круто. Идет в России деградация, всем очевиднее вполне, а виновата в этом нация, которой нет уже в стране. При всей игре разнообразия, фигур ее калейдоскоп, Россия все же не Евразия, она скорее азиопа. Весь день все время ходит в разном виде, мелькая между стульев и диванов, народных упований, кошки лидер, Адольфья с Иоанами Чурьянов. Я Россию часто вспоминал, думая о давнем, дорогом. Я другой такой страны не знаю, где так воина, смирна и кругом. Нынче видит, лучше и хуже, каждый наблюдатель на Емеля. Ясно видит шоку, кто снаружи, а кто в шоке свет в конце тонн. Я всегда расстраиваюсь, что в России читаю. Ну, последний здесь стишок. Народа российского коря, с уже незапамятных пор, что пишет он хуй на заборе, еще не построю закон. Аплодисменты.